Привет, друзья! Сегодня 4 марта 2020 года. Я начинаю сеять лук-порей. А при чем есть перекись, спросите вы? Мне сказали, что при использовании перекиси водорода схожесть семян повышается. Но я человек не доверчивый, каждому слову не верю, поэтому провел свой эксперимент, хотя применение перекиси для обработки семян в повышении скорости я нашел в одном из научных трудов. А для этого я замочил семена на сутки в 1% перекиси водорода и после этого положил на проращивание. Здесь они у меня проращиваются. На третий день они стали проклевываться, сейчас по-моему шестой день идет. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Семена у меня были старые, прошлогодние, в этом году я не покупал. Здесь 100 штук семян и проросло 24 штуки на данный момент. Некоторые только-только наклюнулись, но основная масса это 20 штук. То есть схожесть этих семян получилась 20 процентов. Я не провел эксперимент с проращиванием в воде, потому что повторюсь, что я нашел подтверждение этому. Однопроцентный раствор перекиси водорода действует на семена очень хорошо. Но в аптеке продается трехпроцентная перекись. Сейчас мы сделаем однопроцентную. Для этого берем одну часть перекиси и две части, как вы догадались, воды. В результате у нас получается 1% раствор перекиси водорода. Обрабатывать будем сутки, поэтому засыпаем сюда оставшиеся семена из этого пакета и на сутки оставляем в этом растворе. И чтобы подстраховать себя, я у себя нашел еще вот такой лупарей-бандит. Хотя у него семена обработанные, но они тоже старые и поэтому их отправлю тоже в эту ложку. Через сутки будем сеять. Семена сутки замачивались в однопроцентном растворе перекиси водорода. Повторяю, раствор однопроцентный. Этот процесс чем-то напоминает барботирование, кто понимает. Семена покрыты кузыриками кислорода. Сейчас я возьму мелкое сито, промою эти семена под проточной водой из-под крана и продолжим. Семена промыл. Теперь беру бумажное полотенце и высыпаю семена. Мне их надо подсушить до состояния сыпучести, чтобы было проще сеять. Сеять в этом году я буду вот в такой трехлитровый горшок. Глубина у него 14 сантиметров. Семена подсохли до сыпучести, можно начинать сеять. Высаживать рассаду я буду приблизительно с 20 мая по 5 июня. Я заметил, что если рассада лука попадает, конкретно лукопорея, попадает под весенние заморозки, то очень много лука идет в стрелку. Может быть это у меня одного такое, но такое наблюдение у меня есть. Я уже в прошлом году говорил, что не любитель выращивать лукопорей, но я хочу показать вам, как правильно нужно высаживать рассаду. Рассада нам нужна в идеале толщиной с карандаш, а не те волосинки, которые обычно нам показывают. Мой способ высадки рассады отличается от общепринятой тем, что вам не придется ни окучивать, ни копать никакие траншеи и тому подобное. Но чтобы показать, надо вырастить рассаду. Поэтому в этом году, в прошлом году мне не удалось снять, я случайно удалил ролик, как я высаживаю рассаду. Поэтому, кому интересно, не забудьте подписаться на канал, чтобы увидеть этот супер простой способ высадки рассады в открытый грунт. Сверху я присыплю вот такой заготовленной смесью. Это две части вермикулита и одна часть верхового торфа. Приблизительно слоем в один сантиметр. Разровняю и трамбую, то есть придавлю семена к почве без фанатизма, слегка, но все-таки придавлю. Вермикулит сейчас сухой, сверху я поливать не буду, он возьмет влагу из горшка, потому что перед посевом я очень хорошо промочил землю в горшке. Я насыпал грунт, слегка его утрамбовал и поставил в кастрюлю с водой, до сих пор она у нас стоит здесь, чтобы грунт полностью пропитался водой. Значит, если завтра я посмотрю, вермикулит сверху будет сухой, тогда я сверху сбрызну. Сверху пленкой накрывать не буду, так оставлю до появления сходов. Думаю, дней через 5-7 у меня должны появиться сходы. В этом году именно так я высеваю лук-порей. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, задавайте вопросы в комментариях. Впереди еще супер способ высадки лука-порея в открытой луке. Субтитры сделал DimaTorzok